всем привет в общем кажется мартакаев сделал серьезные внушения нашему правительству и акиму в принципе они его я так понял не слушают особо и я вот скажу вот почему надо показать причину давайте я вам кратко зачитаю президент недоволен правительством и пригрозил акимом на прошедшее мы сегодня решили заседание правительство глава государства констатировал неудовлетворительную работу кабмина и местные власти вот как-то так не больше не меньше и тут конечно логический вопрос по этому поводу встает а кто висит в кабинетах наших чиновников на местах там в правительстве косым жамар такаев президент который как бы должен висеть или бывший президент назарбаев конечно бывший президент назарбаев они его слушают а ты кто такой как бы косым жамар такаев другой стороны как странно получается наши чиновники не уважают не уважают президента получается мне так кажется по мере он же должен висеть косым жамар такаев а висит назарбаев назарбаева вы давно уже должны были убрать он не президент так вот что из этого выходит когда косым жамар такая все то это жалуются на всю страну что его правительство не слушает не подчиняется там не выполняет его поручение там я кивы ну ты сперва добейся чтобы ты висел там тогда может быть что-то и начнется выполняться у нас система власти так построена вроде бы тоталитарная авторитарная система президентская форма правления и вас они должны слушать бояться но нет а почему то нет и демократии нету и авторитаризм какой-то построили вот когда назарбаев ушел оставил своего преемника косым жамара такая его получился какой-то франкенштейн от нашей политической системы в итоге говорят что президент у нас такая фон руководит страной но в общественном мнении превалирует что назарбаев руководит страной и действительно так оно и похоже если он висит его портреты висят в кабинетах чиновниках так вот для того чтобы косым жамар такая добился чтобы его чиновники слушали выполняли его поручение правительство нужно действительно стать самостоятельным от первого президента он все он ушел он ушел его нету пускай там уходит вообще окончательно на пенсию и вы должны косым жамар такая дать четкий сигнал своими чиновникам кто президент ну конечно мы у вас хоть и не выбирали но так или иначе хотя бы для проформы а то как-то получается вы жалуетесь эту идти на всю страну что у вас правительство не слушает чиновники и вас игнорируют так вы же сами поставили себя в такое положение а теперь вот так себя подаете вот когда так и хотел бы ваше внимание подписчики обратить на то что в казахстане идет наезд на общественные организации правозащитные в частности это в том числе известная общественная организация по правам человека бюро по правам человека соблюдения законности потом кадр кассеты другие организации их деятельности правительство приостанавливает на основании того что якобы они типа не предоставили необходимую ну там отчетности по налогам декларации неправильно заполнили но налоговый кодекс у нас так принципе его создали утвердили что его можно трактовать трактовать или иные статьи в ту или иную сторону в итоге этот закон налоговый кодекс вот эти декларации которые общественные организации должны заполнять там очень размытый и можно избирательно в принципе подходите и власть этим пользуется вот смотрите задушили все оппозиционные партии политическое поле выжжено ничего нету кроме нуратана и и сателлитов теперь и конечно добрались до общественных организаций и что мы видим голос вопиющий пустыни который более-менее последний пытался защищать граждан его до души в уют все власть боится но конечно это все происходит я так понял на фоне того что происходит сейчас в россии белоруссии народ поднимается вот за свои права митинги протест проходят и властью наносит упредительные удары чисто политический мотив политический мотив кто-то скажет а чё это бюро по правам человека чё это там другие общественные организации правозащитные чё там их 8 10 общественных организаций которым приостановили деятельности у нас более 4000 общественных организаций вот чего там подумаешь но эти общественные организации более 4000 многие абсолютные но большинство из них они просто бездействующие или просто создающий вид что работают сели на государственные гранты а как это говорят кто платит тот и танцует как бы ну а так таковой выхлоп с точки зрения общественного полезного результата не видно не видно и вот пошло поехало конечно не все общественные организации вот так создают вид есть общественные организации которые действительно работают вот у нас когда власть говорит о том что у нас более 4000 там общественные организации зарегистрированы работают когда станет что это типа гражданское общество но все это конечно ботафория самое что ни на есть власти гражданского общества я веду ее структурную части из институциональную держит в таком придушном состоянии сейчас просто она на горле нпо просто сильнее вот так жало руки служит дышать невозможно вот как то так такая ситуация это все происходит на фоне именно народ поднимается власть боится и начинает еще сильнее душить вот что думаете по всему тому что я здесь рассказал оставлять свои комментарии под видео будет интересно подискутировать на данную тему всем пока до новых встреч до новых встреч